С самого раннего утра с наступлением весны на остановках города горожане наблюдают скопление людей, ожидающих маршрутные автобусы с сообщением «Город дачи». В редакцию телеканала поступают звонки от возмущенных экибастузцев, сетующих на качество предоставляемой услуги. Ведь в большинстве своем эту категорию граждан составляют пенсионеры. Нас не удовлетворяет как дачников, потому что дали маленькие автобусы, газельки, и на всех остановках не забирают людей. Мы не вмещаемся. Вот сидим целый час и здесь ждем. На маршрут автобусы отправляются с конечных городских остановок. КПД, находящийся на 31 микрорайоне города, и остановки 22 микрорайон. Стоимость проезда, что и в прошлом году. Пенсионеры – 32 тенге, дети до 15 лет – 65, и полный абонемент стоит 130 тенге. График движения автобусов ежедневно, кроме понедельника. Перевозками занимается индивидуальный предприниматель Педа Иван Андреевич. На линии курсируют пять автобусов большой вместимости и два малой. Нам не выгодно, вообще неудобно. Это одно мучение. Мы думали, с каждым годом все будет лучше, вышло хуже. Заполненные уже на второй и третьей остановке, автобусы большой вместимости на остановках в центре города даже не останавливаются. А малой вместимости даже не заезжают в карман. Сердобольных дачников интересует вопрос, почему занимавшаяся до этого года перевозками город-дачи ТО «Маис» прекратила обслуживать этот маршрут. ТО «Маис» в этом году он отказался обслуживать данный маршрут. И маршрут осуществляет у нас индивидуальный предприниматель Педа Иван Андреевич. Значит, на маршруте у нас задействовано достаточное количество транспорта. У нас сейчас ведутся подготовительные работы по проведению внеочередного конкурса в данном направлении. В направлении город-дачи. «Маис» почему отказался? Потому что он отказался у нас обслуживать поселок Солнечный с 21 марта. А у нас поселок Солнечный, маршрут сообщения на Солнечный, он шел у нас одним лотом на дачном направлении. Поэтому раз перевозчик отказался от обслуживания маршрута Солнечный, соответственно, мы с ним расторгаем и доктор направления на дачи. В 2016 году мы выиграли конкурс на обслуживание дачных и поселок Солнечный конкурс. Два года мы анализировали и обращались в ЖКХ, что там пассажиропоток на сегодняшний день не соответствует действительности. То есть заявленные документации, автобусы в большую вместительность там не нужны. Но как бы нам односторонне отвечали, что взялись, возите, нас как бы это мало интересует. Ввиду того, что еще на даче в 2016 году при объявлении конкурса была одна сумма, а в итоге нам на 30% не додали эту сумму, естественно, у меня автоматически денежных средств стало физически не хватать на обслуживание этих маршрутах. И вот такая ситуация получилась. По словам специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства Карлога Шомаровой, уже в первой декаде мая будет проведен внеочередной конкурс, где лотом выставляются перевозки пассажиров сообщением город-дачи, а также город-поселок Солнечный. Ну а пока дачникам остается только ждать результатов проведенного тендера и автобусов, курсирующих в направлении их дачных участков. И просят скорейшего решения вопроса с перевозками, ведь сезон посадки дачных культур уже не за горами.